МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире напряженная ситуация на фронте. Ереван передал Баку 8 новых формуляров с информацией о минных полях. Лидер французского антифашистского сопротивления. Новости Джавахка. Мы и наши топонимы. Армянский шахмат-тесть победитель международного турнира в Иране. Случай вандализма Степан Акерти. Министерство обороны Восточной Армении сообщает, 13 февраля начиная с 5.30 утра подразделениям вооруженных сил Баку открыли огонь и стрелькового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркинхант. По предварительным данным, с армянской стороны четверо погибших и один раненый. Министерство обороны выступит с дополнительной информацией. Бакинское агентство по разминированию сообщает, что Ереван передал 8 новых журналов с заминированных полей. Речь идет об оккупированных территориях Арцаха. Агентство отмечает, что журналы не являются точными и включает данные о районах бывшей линии соприкосновения. В основном они охватывают заминированные территории вокруг Рептамраб и в оккупированном Карвачарском районе. Напомним, в конце января СМВ Восточной Армении сообщило, что 8 новых формуляров минных полей на территории Арцаха будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам. Отмечено, что их копии будут переданы международным партнерам. МИСАК МАНУЩАН Венгрии, Румынии и Польши. Многие из них были евреи и армяне. МИСАК МАНУЩАН родился в 1906 году в городе Адияман и пережил совершенный против армян геноцид. Родители были убиты во время массовых убийств. Ему уже удалось спастись и вместе с братом добраться до Франции. После начала Второй мировой войны МИСАК МАНУЩАН был заключен в тюрьму. Далее после освобождения присоединился к движению сопротивления, возглавив отряд молодых армян. Нападения, совершенные МАНУЩАНом и бойцами, сделали его имя важным как для организации, так и для нацистов. МИСАК МАНУЩАН был включен в печально известный нацистский агитационный список «Кармир-Пастар», где был указан как лидер группы армянского происхождения. МИСАК МАНУЩАН был арестован нацистами и приговорен к смертной казни. В Джавахке зарегистрированы случаи кори. Детский сад в деревне Бачан закрыт на карантин. У детей зафиксирована корь. Дошкольные учреждения до 16 февраля будут временно закрыты на карантин. Сельский детсад закрыт по распоряжению Центра общественного здравоохранения Джавахка. Двое детей заражены корью. По данным Центра общественного здравоохранения Ахалкалаки, у остальных детей кори не выявлено. В Западной Армении на небольшом расстоянии к востоку от города Акн Харберской области у высокой горы Сарин-Сурб-Саркис название села Дзурак было изменено турками на Сурак. В Кагзванском районе Карской области в 30 километрах к югу западу от села Сары-Камыш на том же расстоянии к востоку от Хорасана на границе провинции Хорасан находится село Дитаханг, которое до 1878 года, когда был подписан Берлинский договор, был частью Хорасанской области провинции Карин-Западной Армении. Турки адаптировали его к своему произношению и изменили на Сы-Тахан. В Западной Армении 12 километров к северу от города Карин на северо-восточной стороне Карно-Шамбала-Чак-Шамбути название села Дзитахох, которое когда-то было архиепархией, было изменено на Ситавук-Зитавук. В 1895 году во время резни армян-турками село Дитахох во всей провинции Карин смогло проявить героическую самоборону и было временно спасено от резни. В иранском Решсе завершился международный шахматный турнир, 20-й Каспийский международный шахматный фестиваль. Победителем группы Б стал представитель Армении Радик Абрамян, набравший 10 из 11 возможных очков. Радик улучшил свой международный рейтинг на 176 пунктов. В группе А турнира Гроссмессер Левом Бабуджан набрал 6 очков из 9 возможных и занял 5 место. Государственная политика Азербайджана по присвоению и уничтожению армянского историко-культурного наследия в оккупированном Арцахе разрастает в геометрической прогрессии. Омбудсмен Айк по культуре Овик Аванесов на этот раз предупреждает о случаях вандализма в Степанакерте. Азербайджанский канал Реал-ТВ 4 февраля опубликовал на своей платформе YouTube видео из оккупированного Степанакерта. Предварительные исследования видеозаписи показывают, что крест церкви Сурб-Ак-Коп, расположенный в районе Экимян Степанакерта, снят. Также отсутствует хачкар во дворе. В случае новой информации мы выступим с дополнительным заявлением. Фундамент церкви был заложен в сентябре 2005 года. Строительные работы продолжались около полутора лет, до 6 мая 2007 года. 6 февраля пользователь Facebook Махетар Карапетян сообщил, что пользователь Facebook Рафик Мехтиев опубликовал на своей странице очередное видео из оккупированного Степанакерта, в котором отсутствует бюст адмирала Исакова. Карапетян добавил, что об этом также было опубликовано в телеграм-канале. Мониторинг показал видео, Рафик Мехтиев опубликовал 30 января. На видео видно, что бюст героя, установленный на улице адмирала Исакова в Степанакерте, также стал жертвой культурного геноцида, осуществляемого Азербайджаном на государственном уровне. Председатель общественной организации Общественного совета по защите культурного наследия Арцаха Сергей Шахвердзян предупредил об очередном вандализме в Степанакерте, опубликовав на своей странице Facebook фотографии памятника Александру Мясникяну, разрушенного азербайджанцами. 9 февраля телеграм-канал Арарат опубликовал фотографию очередного святотатства, совершенного в оккупированном Гадруте. На исторической территории Дизака во дворе Гадруцкой церкви Сурб-Арутюн оккупанты осквернили на гробе монаха. Все это еще раз доказывает, что политика богинского режима на государственном уровне уничтожает историко-культурное наследие Арцаха. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Арпи «Тамраза». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok